Всем любителям вкусно приготовить! Доброго времени суток! Я снова приветствую вас на нашем канале Вкусная Франция, канале о французской кухне. В одном из комментариев ко мне поступил вопрос, когда я буду говорить о французских салатах? Отвечаю, прямо сегодня. Я расскажу вам, почему салат так важен в французской кухне. Мы научимся готовить французский винегрет. Да, винегрет это вовсе не салат со свеклой. Это соус-база любого французского салата. Предлагаю начать незамедлительно. Пока я сбегаю в свой огород за салатом, вам я советую подписаться на мой канал. И если это еще не сделано, то нажмите на колокольчик. Видео на канале выходят редко, и чтобы их не пропустить, колокольчик вам в помощь. Поехали! На моем огороде растет всего 5 сортов салата. Я сейчас буду выбирать, какой будем использовать сегодня. А вообще сортов много-много десятков. Раз, два, три, четыре и пять. Какой выбираем? Итак, салат пока что нас подождет, а мы начнем с винегрета. Итак, почему винегрет называется винегретом? По-французски винегрет это винегрет от слова винегра, уксус. То есть винегрет это не что иное, как соус, сделанный из уксуса. В 18 веке винегрет уже широко используется во французской кухне, но делается он не совсем из тех ингредиентов, которые мы будем использовать сегодня. Его готовят также из уксуса, это база. Соль и перец, они также у нас сегодня присутствуют. Но к этим трём ингредиентам добавлялись разные травы. Зелёный лук, эстрагон и сэртойя. Напишу внизу перевод. В современной же Франции винегрет готовится из уксуса. Нет, я не всё достала, что мне было в шифонере. Есть ещё очень много других уксусов и масел, но это база. Итак, готовится оно традиционно из уксуса винного или херес. Вот у нас винный и херес. Но можно совершенно свободно заменять, дополнять, смешивать разные уксусы. Мой любимый уксус это уксус бальзамический, поэтому вот он. И яблочный. Поэтому сегодня я буду делать свой винегрет из бальзамического уксуса с добавлением уксуса яблочного. Также нам понадобится перец и соль, горчица. А с горчицами тоже можно играть и создавать свои собственные вариации. У меня просто классическая горчица. Если у вас есть горчица дижонская, то их можно тоже смесить, смешать. Их тоже можно смешать. И также нам понадобится масло. Традиционно классический рецепт использует масло подсолнечника. Но также можно использовать масло рапсовое. Конечно же оливковое. И совершенно разные масла. У меня масло... Как что-то русло-то. У меня масло... Ореховое. А еще сегодня я обязательно буду использовать очень специальное для меня масло, о котором я вам расскажу в процессе приготовления. Начинаем с перца. Одну-две щепотки. Соли. Туда же вливаем уксус. Пропорции примерно 2 к 3. То есть 2 столовые ложки уксуса на 3 столовые ложки масла. Эти пропорции можно немножко менять по вкусу. Ну, секрет любого винегрета заключается в том, что его нужно постоянно пробовать и доводить до того вкуса, который желаете вы. Вилкой или венчиком хорошенько все перемешиваем, пока не растворится соль. Туда же добавляем чайную ложечку горчицы. Этот ингредиент не обязательен. Если вы делаете салат, а горчицы дома не оказалось, ничего страшного делайте без нее. Также хорошо мешаем. На этом же этапе можно туда же добавить мелко-мелко нарезанный чеснок. Это для любителей чеснока. А теперь начинаем лить наше масло тонкой струйкой и одновременно перемешивать вилкой или венчиком. Делаем мы точно так же, как если бы мы делали французский майонез. И у масла. Сегодня я буду использовать свое оливковое масло с добавлением очень интересного масла. Это масло горчичное. Вы заметили, что этикетка на русском языке. Это не случайно. Я познакомилась дистанционно с ребятами из Ростова-на-Дону, которые сами делают изумительное масло. У них свое совсем домашнее маленькое производство. Ребята мне в подарок, так сказать, на пробу прислали маленькую бутылочку их масла. Дошло оно изумительно упаковано просто по высшим стандарту за 10 дней. Из Ростова-на-Дону ко мне сюда в Гаяк. Мой муж просто влюбился в это масло. Но теперь у нас столько разговоров о том, как бы заполучить большую бутылку того же самого. И это совершенно не реклама. Это дружеский совет. Если вы живете в Ростове-на-Дону или в области, ребята, я думаю, смогут даже приехать к вам и отдать вам масло лично. А если вы живете за пределами этого региона, то я тоже думаю, что почта России справится. Поэтому информация о ребятах будет в описании к этому ролику. Я думаю, что они согласятся дать мне пароли и яске. И выбор масла не только, конечно, у них горчичное масло. Выбор масел просто умопомрачительный. Я половину масел даже не знала, что они такие существуют. Поэтому не сомневайтесь, если вы любители хороших продуктов, свежих, высокого качества, вы знаете, где они, кем и когда были сделаны, то этот адрес просто для вас. Не стесняйтесь и сделать винегрета много. Винегрет превосходно сохраняется до двух недель в холодильнике в любой стеклянной таре. Итак, вот наш винегрет готов. Естественно, вообще видно. Тут показываю вам. Последняя проба. Переходим к салату. Начнем с заметки для филологов. Выражение на русском языке «Вешать мне лапшу на уши» на французский язык приводится как «Как он тебе салат?» «Рассказывать салаты». Стало понятно, да, кто что ест. И это не единственное выражение во французском языке, связанное с салатом. Салаты во Франции подаются в основном вместе с сыром. Это, так сказать, блюдо, да, оно подается после второго, то есть у нас закуска первое, второе, потом сыр с салатом. Если вы сыры не едите, то вы едите просто салат, ну и потом уже десерт и кофе. Но также нередко можно увидеть салат вместо первого блюда. А еще летом салат превращается в настоящее блюдо и занимает все свое место. В таком случае мы говорим о салат-композе или салат, составленный из нескольких ингредиентов. Салат во Франции не режется. Его при приготовлении рвут на среднего размера кусочки, чтобы их удобнее было кушать вилкой и ножом. Да, во Франции все, любое блюдо естся с вилкой и ножом. Салат не исключение, но опять-таки резать ножом салат в тарелке считается очень некультурным. Помывка салата займет у меня некоторое время, поэтому сейчас просто ускорю процесс. Судить любовь французов к салату очень легко по размеру их салатников. Вот у меня не самый большой вариант. Я очень надеюсь, что вы можете сравнить диаметр и глубину этого блюда. Это примерно на 3-4 человека. Вымытые и высушенные листья салата перекладываем в наш салатник и заправляем соусом. Очень извиняюсь, что приходится вот так врываться, вклиниваться посреди видеоролика, но я сейчас сижу, монтирую и понимаю, что забыла сказать вам очень важную информацию. Листья салата можно мыть заранее, оставляя их в холодильнике. Винегрет тоже можно сделать заранее, но соединять эти два ингредиента нужно только непосредственно перед подачей салата к столу, потому что винегр, уксус, очень быстро сжигает листья салата. Поэтому соединять заранее эти два ингрета ни в коем случае нельзя. И еще одно крылатое выражение или поговорка в расцузском языке, что если парень или девушка перемешали салат, не уронив ни одного листика, ни один листик не выпал за предель салатника, значит, эта девушка или этот мужчина готовы на выдание. То есть вот так, видимо, в старину во Франции проверялись, насколько хозяйка или хозяин в доме готовы к замужней или женатой жизни. Приступаем к дисгустации. Как я и говорила, салат естся с вилкой и ножом, но ножом никто ничего не режет. Листик салата складывается конвертиком и отправляемся прямо в рот. По желанию можно уже себе в тарелке добавить еще чуть-чуть винегрета. Теперь вы знаете о французском салате и винегрете все и даже чуть-чуть больше. Я очень надеюсь, что теперь вы не будете использовать листья салата только для украшения ваших блюд. Если этот ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А я говорю вам всего доброго и bon appétit. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok